Всем привет! Сегодня мы с вами будем готовить завтрак всего за одну минуту. Без варки, без тепловой обработки. Единственное, готовить мы его должны с вечера, а есть мы его будем утром. Для этого нам понадобится всего три основных ингредиента. Все остальные ингредиенты вы можете использовать на свой выбор и по своему вкусу. Три основные ингредиента у нас будут геркулес, любое веганское молоко и фрукт, такой как яблоко или груша. Ну что, начнем? Сначала я беру геркулес. Геркулес я покупаю обычно малообработанный. Геркулес сам по себе это безглютеновый продукт. Единственное, что его перевозят и обрабатывают зачастую с другими крупами, которые содержат глютен, поэтому считается, что он содержит глютен. Но можно найти геркулес без глютена, написано там глютенфри, либо без глютена. Так что выбирайте на ваше усмотрение. Я кладу 4 ложки геркулеса. Затем мы добавляем тертое на крупной терке яблоко или грушу. У меня сегодня яблоко. И затем добавляем любые суперфуды, орешки, семена по вашему вкусу. Сегодня я покажу, что обычно добавляю я, а вы можете экспериментировать на свой вкус и на ваше усмотрение. Один из моих любимых суперфудов это семена чия. Они богаты онегом 3 и протеином. Я положу 1 столовую ложку. Затем я добавляю pumpkin seeds, тыквенные семечки. Горсточку предварительно вымытого изюма. Можно добавить немного ягод годжи. Затем я добавляю корицу. Можно сыпть корицу больше, не жалейте. Она действительно придает очень хороший, приятный вкус. Опять же, на любителей, но мне корица очень нравится. Особенно людям с инсулино-резистентностью корица будет очень полезна, потому что она помогает балансировать уровень сахара и инсулина в крови. Затем я беру веганское молоко. Вы можете использовать любое. Миндальное, молоко весного ореха, макадамия. Можете использовать соевое молоко, хотя я стараюсь избегать соевого молока, по крайней мере не использовать его очень часто. На данный момент мое любимое молоко это геркулесовое молоко, бренд Chabani. Я рекомендую добавить приличное количество молока, потому что у нас утром все это абсорбируется. Геркулес и семена че впитают молоко. Все это хорошенько перемешиваем. Также один из моих любимых суперфудов это какао-нипс, какао-бобы. И я вот немножечко добавляю сверху. После чего я накрываю мою тарелку пищевой пленкой и ставлю в холодильник. Утром каша будет готова. Мы ее откроем, снова перемешаем хорошенькой ложкой и можно есть. Приятного аппетита! Приятного аппетита!